всем привет привет всем прекрасной среды сегодня мы будем делать расклад на три позиции да в принципе чисто теоретически да вы уже так знаете если видите камешки значит расклад будет с позициями если нет конечно значит на одну позицию чисто чистая логика расклад не знаю мне показался он интересный и я не знаю как как что выйдет вот но суть заключалась в чем опять расклад называется кто ты чего ты хочешь да и что ты хочешь мне сказать суть расклада заключается в том чтобы карты показали человека или ситуацию из нашего без сознательного которая либо который хочет с нами поговорить и нам важно посмотреть что-либо кто хочет поговорить из нашего без сознательного это не факт что это будет человек возможно это какое-то воспоминание возможно это даже из прошлого воплощения да то есть если у вас есть активное воплощение прошлое помимо нынешнего до вашего то есть я не знаю что будет вашим бессознательного может быть какая-нибудь сущность до через вас хочет что-то протасе я не знаю акцент я делаю в общем то есть я фокусируюсь на ваше бессознательное поскольку есть очень много объединяющих факторов до в контексте бессознательно это общее такое скажем энергетическое поле вот что покажет то и скажу поэтому конкретики пока я не вижу в запросе вот то есть что я имею ввиду конкретики я я не обозначаю я не ставлю задачу увидеть что-то определенное вот что покажут аналогично потоку вот что покажут да то и буду транслировать вот такое ощущение знаете как какой-то такой спиритический сеанс вот ну забавно забавно кто знает может быть там что-то не случайно возможно у меня такое ощущение да ну посмотрим итак позиции вы видите перед собой определились тайм-кода есть а мы приступаем позиция номер один голубенький камешек вот сюда его ставлю рядом со своим кристаллом так с горным хрусталем и давайте приступим итак первые позиции единички кто хочет либо что хочет не знаю в общем кто-то пришел либо что-то пришло объявилась проявилась через ваше бессознательное нам важно понять разобраться кто пришел кстати вот видите первая позиция мне сразу идет информация на на упражнение вы можете наверное надо было это всем говорить но я знаю что многие смотрят начиная с первой по третью позицию вот это упражнение можно то есть вот этот расклад использовать как и упражнение через медитацию через выход в астрал когда вы выходите в астрал вот эти вот вопросы когда вы встречаетесь с кем-то да очень важно задавать можете попрактиковать да либо через какую-то какие-то мечтания фантазии на представить себя в любимом месте и наблюдать и кто-либо что объявится вот начать диалог через задавание этих вопросов ну в принципе надо было на все позиции это сказать вначале но вот у меня пришло почему-то к первому ладно итак явление кого здесь рыцарь пендаклей я здесь пока не вижу конкретно человека я вижу здесь силу силу такой знаете земного происхождения сила такая достаточно одинокая что ли не знаю очень напоминает схожесть эта сила она схожа с вашей энергетикой такая знаете земная и холодная вот если бы как если бы здесь выпал аркан отшельника вот что-то такое что-то аналогичное то есть здесь бессознательном пришла такая вот сила такая энергия могу сказать мудрая холодная очень напоминает горы прямо такие вот высокие горы которые превосходят своей высотой даже и облака то есть вот какое-то такое знаете взгляд 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 горизонтальные такое ощущение что от горизонты открытые вот это вот сила она как будто бы смотрит на то найти вот так вот вдаль да то есть видят горизонты нету каких-то препятствий бригад вот открытое какое-то такое пространство прям очень открытое и вот у этой силы она очень напоминает как горы да то есть есть вот какая-то внутренняя мощь и при этом присутствует вот этот вот холод до холода некой такой разумности мудрости достаточно сила такая неразговорчивая неразговорчивая мудрая знаете как фильмах показывают драконов да как у мэрина был дракон с которым он общался не помню какой-то смотрел и вот и такое знаете вот он вроде бы прикованный в пещере да но при этом он такой вот мудрый то есть есть сила но она какая-то прикованная либо как-то вот привязанная какой-то местности какому-то месту конкретному то есть это не как ветер свободный который может гулять туда куда я хочу а это скорее всего знаете как больше к горы что-то такое статичное но с огромным потенциалом здесь вот прям мощь такая есть очень мудрость вот такая сила здесь описано что она хочет что она хочет что она хочет вот я сказала прикованной до десятка мечей смотрите как изображает вот это вот скованность что она хочет ощущение того что она хочет вам что-то передать но почему-то мне здесь чувствуется вот какие такого я не знаю какие такого какие-то цепи что ты хочешь верховная жреца передать информацию хочет открыть вам какие-то тайны возможно открыть приподнять завесу на то есть она хочет она хочет как будто бы вот вам показать какой-то вот мир иной мир тонкий мир тонкий 100 тонкий план приоткрыть какую-то вот завесу именно приоткрыть не открыть полностью приоткрыть завесу именно вашего бессознательного то есть вот как будто бы через эту силу она хочет вам что-то показать что конкретно хочет показать справедливость она как будто бы хочет вас познакомить какой-то другой силой другой силой в чем-то они схожи по своей холодности по своей вот я не знаю как то логичности что ли структурности конкретики только вот если сила которой я говорю вот есть как какие-то стихии земли до больше то вот у вот у этой силы да по аркану справедливости здесь какие-то небесные то есть и тут и тут есть холодная энергия только это холодная от земли ледяная земля замерзшая земля такой холод а здесь холод космический он он как будто бы более мягче он тоже холодные тут и тут холодной энергии для чего для чего нам знать за чего нам знакомиться с этой силой эта сила поможет вам двигаться дальше для движения для движения эта сила нужно для того чтобы преодолеть какие-то не знаю препятствия может быть какие-то трудности то здесь нужно совершить прорыв вот прорыв возможно поскольку здесь выпадает король кубков да возможно вам нужно совершить прорыв в теме эмоции состоянии то есть это может быть как личная жизнь любовь ясное дело да но это достаточно понятно точно так же как здесь может совершить необходимо совершить прорыв именно в каких-то ваших состояниях то есть знаете как особенно когда человек практикует входит в какие-то видоизмененные состояния и вот он как будто бы их не не докручивает не до проживает допустим да надо ощутить состояние счастья потому что например из этого состояния очень хорошо принимать какое-то решение правильное верное и здесь получается что человек вот вроде бы ощущает но вот как-то из этого состояния принять правильное решение получается как будто бы что-то ему не хватает это один формат то есть здесь как будто бы эта сила она она поможет она как-то наполняет вас и как-то вот с одной стороны знаете стабилизирует что ли вот это состояние допустим кто кто хочет быть счастлива вам нужно это состояние в течение дня как можно чаще в себе прокачивать ну то есть ощущать вот и в идеале жить из этого состояния но это вы именно в идеале да то есть это вот прям годовые такие практики это не за один день получится и не за месяц и не за два вот потому что будет потом откаты но здесь вот вот это вот важно также здесь важно а вот у кого есть эмоциональные качели да вот это вот сила она как будто бы поможет вам вот уравновесить ваши эмоции чтобы у вас не раскачивала так сильно на эмоции то есть здесь знаете как здесь интересный момент то есть с одной стороны должно прийти вот благодаря этой силы почему хочет вот эта земная сила хочет познакомить вас с космической что приоткрыть бессознательном что вот здесь как знаете открываешь я не знаю форточку либо открываешь окно и оттуда такой резкий ветер вот он такой мощный вот это вот примерно вот такая энергия да у аркана справедливости то есть открываешь и вот этот вот ветер входит для чего вот на этой скорости да на этой мощи вы сможете совершить прорыв своих эмоциях то есть понять что знаете как чтобы развитие было не горизонтальная так как вас мотает от одной эмоции к другой а вертикальная то есть с одной стороны эти эмоции они как будто бы есть фоново да как плюс и минус но вы на них не циклитесь вы их проживать они как будто бы здесь одновременно я не знаю как вам объяснить это как две стороны одной медали и у вас вы держите медаль вы знаете что у медали ли есть и плюс и минус да то есть орел и решка но вы при этом не акцентируйте на какой-то одной стране вы просто держите монету медаль да я сказала монету и вот вот держа вот эту вот монету да вы при этом знаете составляющие из чего состоит эта монета до из двух сторон вот здесь вот примерно то же самое то есть вы проживаете состояние одновременно все как плюс и минус вот все и вот вам важно понять и это должно быть как-то фоново и вам важно понять что вот эти вот состояния вот входя в какое-то такое видоизмененное состояние когда ты одновременно здесь знаете что мне показывают вот если вы видели в колоде николета чиколи арка шестерку пендаклей там где девочка держит за хвост разных мышей и вот рука одна а мышей много и хвосты ну и и хвостов 6 вот она как будто бы держит вот это как будто бы как колесниче да только здесь две лошади а здесь получается допустим плюсовые энергия а здесь минусовые и колесничий это тот который управляет вот этими эмоциями и вам это важно для чего потому что вот научившись управлять вот этими состояниями этими эмоциями вы сможете совершить прорыв потому что здесь прорыва не происходит потому что вот именно вода вот эти вот эмоции и переживания они вас заземляют а вы расплескиваете до воду на на землю а вам надо питать только одно какое-то конкретное растение да то есть для того чтобы это дерево допустим там выросла если это дерево они просто ходить по пустыне да и из бутылочки поливать водой но ничего не вырастет и в холостую вы спускаете воду вот примерно так вы живете а здесь говорится о том что если хочешь вырастить оазис да тебе нужно найти конкретную почву посадить конкретные вещи и поливать то есть целенаправленно знаете как вода камень точит вот здесь вот это вот прям точное такое описание в вода камень точит и вам для этого нужна вот эта вот энергия это не просто энергия справедливости и баланса до уравновесить вашу вот эту вот эмоциональность а это та энергия которая еще и двигает вперед на то есть вот здесь такие сложные понятия я не знаю как объяснять простым языком честно знаете объясняют какие-то вселенские законы которые ну когда начинаешь использовать слова они теряют суть то есть когда вот я их вижу перед собой да когда я их ощущаю вот в своей голове своем сердце да в самом деле вот мне эта информация она понятна потому что у нее нету словесной оболочки да то есть я я это вижу вот как я не знаю как как некое какое-то ощущение как некий какой-то свет все и в нем нету ни форме слов не состояние чего но мне при этом одновременно понятно это очень напоминает как ясно знание когда ты четко что-то знаешь но ты не можешь объяснить что как почему для чего как вот у меня сейчас такое же да то есть здесь идет какой-то к это распаковка информации я ее не могу передать вам простыми языками простым языком я стараюсь подобрать слова либо какие-то метафоры но это вот у меня такое ощущение что это происходит коряво я очень надеюсь чтобы вы поняли это отвечая на вопрос что хочет ваша земная энергия да вот здесь а познакомить с этой для чего для того чтобы был прорыв для чего вам это прорыв для чего вам этот прорыв король мечей вам нужно совершить какой-то прорыв в вашем сознании знаете вот когда мы говорим надо расширять свое сознание человек но люди не совсем понимают что это значит да то есть это нужно пускать какие-то новые знания новую информацию новые впечатления абсолютно когда я говорю новое это не значит о которых вы знаете это абсолютно то что вы ранее не знали то что даже если то чтобы впускать а расширение сознания это когда фокус внимания да то есть то сознание в котором вы пребываете и она управляем а вашим вниманием вот это вот внимание надо как фонарик направлять на те вещи которые ранее были не замечены то есть вот представьте вы входите в темную комнату в ней есть разные предметы у вас есть один фонарик вы фонариком полностью всю комнату осветить не можете вы держите его в руке и в зависимости от того куда вы его повернете направо налево вперед вверх вниз вы вот своим фокусом внимания держите какую-то вот определенную определенный фрагмент и вам полностью вся картина она непонятно да то есть те предмет то есть вы не можете целиком увидеть комнату потому что не хватает света не хватает внимания и когда мы говорим расширить сознание это подразумевает вот этот фонарик на котором вы светили все время вот вы заходили в комнату да и светили все время в одно место вы видели там я не знаю какой-нибудь туалетный столик да и на нем там есть разная косметика там духи либо женские какие-то принадлежности и зеркало все и вот каждый раз когда вы заходили вы знали что вот в этом месте есть вот этот вот дамский столик да и что на нем есть но вы не предполагаете что есть левее правее но при этом вещи которые есть левее правее они никуда не исчезают они просто не освещены и расширение сознания но предполагает вот этот вот фонарик до сместить левее либо правее от того столика чтобы и чтобы увидеть что то еще здесь не то что надо сделать что-то другое а надо заметить вот чтобы заметить надо развернуть свое внимание то есть дать такую задачу что вот я хочу сейчас заметить то чего я ранее не видел и вот здесь вот данном случае король мечей он нам говорит о том что вот для того чтобы совершить какой-то вот прорыв вашем развитии вот сейчас вот вы находитесь в этом просто состоянии поэтому нам бессознательное показывает это что для того чтобы совершить какой-то прорыв в своем сознании вам нужен фокус внимания и этот фокус внимания он у вас сейчас расплескнут на на какие-то эмоции не знаю что это за эмоции и вот и здесь говорится о том что вот это вот надо собрать не отказаться от эмоций и не отказываться от состояния а собрать эту энергию этот фонарик вот всей мощи той фокусировки что у вас есть осветить что-то что ранее куда в ту сторону вы не осветили здесь нужно понять о том это знаете как в серфинге вот пока ты смотришь да на волны они просто есть волны волны красивой когда ты находишься в море это волна она может тебя накрыть да она может вообще до тебя не дайте тоже ничего не происходит но как только ты словишь вот эту вот волну если ты умеешь до управлять доской то эта волна на тебя вытащи туда куда нужно вот ваша задача сейчас вот вы сейчас находитесь либо просто в море либо на берегу и наблюдаете но от этого вам не хорошо неплохо да красиво но вы не не активничайте как это сказать не принимаете участие в жизни и вот сейчас пришло время чтобы вы словили свою волну эта волна она вас куда-то должна вынести и поэтому вас сейчас обучают тому моменту как заметить эту волну как правильно направить встать на доску и словить как говорится вот это вот попутный ветер поэтому вот здесь вот эта холодная энергия земли и ветра она вас знакомят с аналогичной энергией но вот эта вот энергия она сильнее чем эта энергия она мощнее у них есть что-то общее одно нельзя сказать что это идентичные энергии общее есть но это например как я не знаю у девочки у женщины есть что-то общее да ну можно ли сказать что девочка это то же самое что и женщина но нет но при этом есть общие показатели вот здесь вот примерно то же самое и задача его словить вот эту вот волну и она куда-то вас вытащит здесь ощущение того что ваше бессознательное подсказывает вам что пришло время для какого-то прорыва опять же таки я всегда говорю про энергии вот если вы осознаете то что я говорю да про состояние энергии и они вам внутри вас откликнуться вы сможете это понять о каких энергиях говорится то через какой-то период времени вы результат этого сознания этих энергий увидите все физическом мире я не могу сказать что конкретно что это будет прорыв там в личной жизни либо там я не знаю в развитии либо здоровье вот для меня это вообще никак не не важно вот какой это сфере будет для меня важно в контексте саморазвития чтобы вы улавливали эти энергии чтобы вы понимали потому что вот первоначально это вот это вот состояние этот контакт которым вы находитесь да при взаимодействии с энергиями которые я передаю а как они в дальнейшем проявится это уже не столь важно в любом случае они будут проявляться достаточно позитивно вот в данном раскладе то есть будет какой-то прорыв да но первичные изменения они всегда внутри следствие это уже проявление во внешнем мире а если мы не умеем отслеживать внутреннее состояние да то мы потом как маленькие дети радуемся тому что происходит во вне и нам кажется что это чудеса но поскольку на своих площадках я учу смотреть внутрь себя они вовне то вот здесь важно это понять а для чего вам важен прорыв я не могу понять для чего вам прорыв до чего вам прорыв потому что вот вы как-то знаете засиделись до в четверке кубков в каких-то своих не знаю состояниях каких-то своих переживаниях возможно вам необходимо что-то изменить да то есть вот здесь акцент идет смотрите с одной стороны вроде бы на движение на развитие на расширение сознания но это одна часть вторая или какая-то другая там я не знаю часть она делает акцент на то что вот в этих кубках да это как я не знаю как каникулы либо отпуск прошлого года ну то есть это как воспоминания да то есть их нету в настоящем моменте они были когда-то не знаю неважно когда вот здесь вот акцент на какое-то прошлое и здесь получается так что вот вы как будто бы в этом прошлом до прошлых состояниях прошлых воспоминаниях вы как-то папа погрязли зависли и вам надо выйти из этого состояния для чего вам выходить из этого состояния потому что надо двигаться дальше и здесь мы смотрим да то есть вода состояние души она сменяется огнем шестеркой джезлов потому что вы должны прийти вот как раз таки к этому состоянию удовлетворения и гармонии все шестерки у нас находится в сфере тиферит тиферит а переводится как красота гармония это условно говоря центр древа жизни если мы переведем на человеку то это примерно солнечное сплетение то есть солнечное сплетение это примерно центр человеческого тела и плюс ко всему солнечное сплетение да это как уже моя чакра манипура это проявление нас в социуме вот шестерка жезлов нам как раз и говорит о том что должна быть гармония жезлов до огня то есть наши какие-то желания амбиции и человек чувствует удовлетворение то есть внутреннюю красоту здесь речь идет о том что для чего вам нужно сменить свои эмоции состояния для того чтобы прийти именно вот к этому состоянию когда внешняя жизнь вас удовлетворяет когда ваше желание реализовывать ваше желание амбиции реализовывать когда ваше проявление в социуме очень активно когда вы имеете авторитет когда вы активны до проявления в своем в социуме то есть тогда когда по сути у нас идет прокачка аркана боже мой чакра манипуры да то есть это сила власть опять же таки да когда мы говорим сила это может быть в том числе это не сила когда мы влияем на какого-то другого человека против его воли хотя такое тоже может быть в минусе да а здесь это ваше внутреннее чувство до что мне хватает сил для того чтобы проявиться для того чтобы реализовать что-то в своей жизни для чего опять же таки шестерка гармония если вы видели как он по-моему называется звезда давида если я не ошибаюсь такое название два треугольника треугольник вверх и треугольник вниз они соединяются вот это как раз и соответствие сферы теперь когда 2 2 мира соединяются мир огня и мир воды то есть земной по сути мир до материальный мир и тонкий план вот то то что есть ну проще говоря небеса и земля когда соединяются до происходит гармония это вот как раз таки находится в шестерках в сфере тиферит солнечного сплетения там идет соединение условно говоря до небес и земли ну образно опять же таки и вот поэтому здесь велика вероятность что я могу предположить что все что связано с тонким планом да вот именно с некой такой духовностью и понимания каких-то моментов да я сознание чего-то здесь возможно у вас все хорошо а вот именно все что связано с эмоциями состояниями души вот здесь не столь хорошо и поэтому вы не можете прийти к реализации себя в социальном мире то есть социуме то есть получать то что вы хотите потому что нету гармонии нету баланса нету соединения вот этих двух треугольников и вам нужно докрутить эмоциональные планы здесь получается что вот для этого вот это вот словить вот эту вот волну туда куда она вас выведет вам нужно немножко подкорректировать свой эмоциональный план то есть здесь состояние здесь с этим нужно нужно поработать для этого нужна вам сила справедливости выравнивающая сила да то есть помимо того что сила указывающая на причину следственной связи в данном случае это та сила те силы скорее всего это не одна это те силы выравнивания то есть где-то у вас идет перекос именно в эмоциональном плане до в состояниях то есть где-то нету гармонии где-то нету баланса вот вам себя надо собрать вот для этого нам приоткрыли так скажем завесу наши бессознательные дала вот такой ответ прекрасно мне кажется да не знаю вы в об этом напишите в комментариях я для себя тоже сделала определенные выводы так это была первая позиция голубенький камешек мы переходим позиции номер два красненькому камешку смотрим двоечки вас на кто кто будет говорить либо что будет с нами говорить из нашего бессознательного до из вашего бессознательного бессознательная у нас приоткрывает завесу и выходит шестерка кубков здесь сила сила детская сила сила радости солнце очень присутствует много желтого цвета желтого цвета не случайно да если вот первую позицию у нас была шестерка жезлов и я говорила про сферу тиферет гармонии красота переводится в данном случае это гармонии красота будет касаться эмоционального состояния да то есть что-то что кубки у нас всегда это вот про прошлое да то что напоминает нам прошлое но это прошлое имеет корни вот в чем-то таком известном до детском то есть здесь сила которая будет с вами говорить я не обозначиваю это как человек либо как еще что-то и здесь именно сила это сила как-то прошлого и мне почему-то идет что-то что связанное как-то я не знаю с летописью что-то что связано с книгами эти открываешь книгу и читаешь какое-то повествование о прошлом то есть здесь какая-то сила которая нам будет что-то говорить и эта сила она либо это как я не знаю может быть как хранители какой-то информации да там например хроника каши может быть сила хранители что-то что-то может быть связаны даже из прошлого воплощения то есть это может быть какое-то ваше прошлое воплощение которое тоже хочет что-то вам сказать но однозначно эта сила она вам известно вот чтобы вы понимали да вы с ней так или иначе сталкиваетесь и причем здесь вот как будто бы не одна сила они вот именно одни да правильно я сказала здесь вот что я сказала как хранители да то есть здесь как как будто бы как сбор да либо какой-то вот коллектив либо какое-то общество да чтобы вот вы понимали то есть здесь мы говорим это сила но не есть какие-то составляющие вместе они образуют одну силу но в ней есть вот какие-то составляющие и это скорее всего вот что-то имеет отношения к к прошлому либо что-то вам уже хорошо известное поэтому желтый желтый цвет да тоже здесь у нас будет задействована манипура то есть проявление в социуме и вот но только проявление в социуме здесь идет через состояние до через как-то вот узнавание здесь сила памяти но памяти не в контексте знаете вот когда головой сейчас сложно опять-таки момент почему сложность потому что сложно связано с переводом вот аристотель он писал в своей книге что есть 22 формата о памяти то есть есть памяти есть воспоминания вот память это то что вы изучаете да например причинно-следственную связь до выучили там например таблицу умножения и в какой-то момент вам надо посчитать и вы умножаете дважды 24 вот это вот памяти называется а есть воспоминания это когда вы вот не знаю посещаете какое-то место вот вы встаете на него и сонастраиваетесь но это происходит автоматом сонастраиваетесь как-то с энергием этой местности и у вас памяти происходит какой-то прорыв и вы вспоминаете что где-то в какой-то прошлой жизни я жила именно в этом месте но это происходит как-то неосознанно да вот именно какое-то воспоминание это воспоминание одно идет не как это сказать то правильно не от головы то есть это не то что когда-то вот вы научились кататься на велосипеде да а потом тело помнит и неважно сколько времени прошло вы сели потом там через 10-20-30 лет и опять поехали на велосипеде не такая память это память именно вот на уровне состояния на уровне ощущения то есть это не от головы вот я не знаю как просто сказать вот это не от головы это вот как раз таки вот эти вот воспоминания вашей души и здесь энергия она вот которая пришла да с вами поговорить еще с вам описывает кто ты мы спрашиваем вопрос кто ты что ты за сила здесь вот это вот сила до которая имеет какое-то отношение к прошлому к памяти к воспоминаниям возможно это сил как я уже сказал да может быть там хроники акаши может быть какие-то хранители знаний либо хранители какой-то информации может быть это даже хранители непосредственно имеющие отношение к вашей фамилии нам то есть к вашим предкам то есть вот четко отслеживается какая-то линия вот такая сила здесь пришла что она хочет что она хочет видите как я сказала про семью эрофант потому что у нас эрофант отвечает за традиции за семью за правильность за какие-то знания что она хочет что она хочет здесь как будто бы сила она вот как-то хочет поддержать вас что ли поддержать как дать ответ как дать какую-то подсказку в контексте того что вот правильности да вот ваши действия ваши поступки правильные причем здесь ощущение того что вокруг вас как будто бы вам говорят что то что вы делаете это не совсем правильно но внутри вас есть вот это вот сила которая вам подсказывает и идешь правильным путем и вы это понимаете но вы никак не можете объяснить внешнему миру до тех людей тем людям которые вас окружают что вот то что я делаю это правильно почему потому что нету логики в том что вы делаете но при этом вот ваше внутреннее с на знание она говорит о том что вы двигаетесь правильно и здесь вот эта сила пришла с одной стороны для того чтобы вас поддержать а с другой стороны чтобы вот укрепить вашу внутреннюю веру вашу внутреннюю силу то есть возможно вот из этого какого-то раздрая до внешнего и внутреннего вы где-то начинаете терять уверенность в себе ну допустим это может быть что что-то внутри вас открывается и вы слышите какие-то голоса и вам может казаться что я схожу с ума вот и начинаете сомневаться что в принципе достаточно логично для человека но здесь возможно если у вас открываются какие-то способности экстрасенсорные то это далеко не сумасшедшие конечно же да и вот здесь как будто бы эта сила она приходит с одной стороны здесь очень замечательно помимо того что дает веру поддержку мне здесь показывают что вот идет какое-то знаете как открывается книга причем книга такая с обложкой из золота вот знаете как если бы это допустим изнаю железное железо было да какое-то вот такое резное узорная а здесь вот как-то из золота да и инкрустированные дорогие минералы ценные полуценные вот и вот как будто бы знаете здесь вот этот вот иерафанта открывает эту книгу да и он как будто бы начинает читать то есть я не вижу иерафанта я вижу вот эту книгу как будто бы вот хранители хотят донести для вас информацию вот именно по поводу того что с вами сейчас происходит потому что это имеет корни далеко в прошлое вот я не случайно сказала что здесь вот как поддержка вашей фамилии до ваших предков то есть возможно кто-то уже в ваших линиях да уже занимался как предки кто-то уже занимался тем чем занимаетесь вы и вы об этом не знаете то здесь как будто бы информация идет о том что вы должны знать что уже кто-то занимался но вы об этом не знаете вы не знаете об этих людях и то здесь как-то вот прошлое они вам приподнимают завесу через то что дают информацию что в прошлом у вас уже была вот эта вот информация у вас уже были эти знания либо это вы в прошлых воплощениях на уже как-то практиковали что-то либо и не знаю где то опять же таки в прошлых воплощениях может быть кто-то из вас был я не знаю вступали в какие-то ордена вступали в какие-то братства, были воплощения, ну, я не знаю, в монастырях, там, подстриг был, либо принимали какие-то чины, статус, ну, вот все, что связано с религией, но не слишком высокие. И вот вы, благодаря этому, что-то, что-то изучали, но изучения, они не были напрямую религиозные, вот то, что вы изучали, а, скорее всего, мировоззренческие, да, то есть такие, как у Балавадской, да, теософия, вот что-то в таком формате, то есть здесь нельзя сказать, что вот информация, которую вы изучали, она 100% религиозная, в том понятии, в котором есть сейчас. Вот в том понятии именно изучения миростроения, мироустройства, да, но там вот, знаете, как была информация о стихиях, о, может быть, астрологии, да, астрономии, ну, то есть какие-то, какие-то науки, то, что было свойственно, там, прошлым векам, но не в искаженном формате, как вот сейчас, допустим, есть, то есть я не хочу делать акцент здесь вот именно на религию, вот так, как она есть сейчас, не важно, какая это и религия, не важно, к чему это относится, но вам это уже знакомо, то есть вот как-то здесь какое-то соединение именно религии-эзотерики, понимаете, и это вот как-то более еще и в художественном стиле как-то сделано, я не знаю, может быть, это через стихотворную какую-то форму, да, может быть, это в лирике написание песен, может быть, легенды, баллады, вот здесь какой-то микс такой очень интересный, но суть, для чего пришла эта сила, это вот для того, чтобы вам передать эту информацию, вселить в вас веру, то есть как-то вот раскрыть вам информацию о том, чтобы вы не пугались, вот здесь в чем суть заключается, потому что что-то в вас новое здесь рождается, и вам кажется, что это новое, вот вам кажется, а на самом деле раскрывается-то оно сейчас, но это хорошо забытое старое, и поэтому вот это вот именно поддержка, напоминание, укрепление вашей веры для того, чтобы вы продолжали делать то, что вы делаете, и вы постепенно будете вспоминать, да, то есть вы будете вспоминать, то есть у вас иногда будут какие-то моменты, которые вы делаете, они будут выходить как-то на автомате, вы не будете давать себе объяснение, понимание, почему, вроде бы я это никогда в этой жизни не изучала, а у меня получается вот как-то, знаете, понаичу, само собой, это потому что активизируется вот эта вот память, здесь я не могу сказать конкретно, чего это, то есть здесь не может быть только сто процентов касательно эзотерики, здесь может быть и, я не знаю, каких-нибудь хобби, да, увлечений, здесь может касаться чего угодно, либо может быть просто какие-то идеи касательно, прежде, знаете, так интересно, здесь показана информация о прежнем устройстве общества, не патриархальном, а метроархальном, то есть матроархальном, там, где главой были женщины, и вот здесь вот идет вот это, знаете, вот какое-то такое воспоминание, это не про амазонок, не, там далеко не про это, а здесь вот женская какая-то сила, да, объединение вот этих женских энергий на творение, на создание, на поддержание, это очень далеко, может быть, прямо в прошлое уходить, но, может быть, даже уходить и в Атлантиду, еще более ранее цивилизации, но вот эта вот память, она есть, она есть внутри вас, и она появляется сейчас в виде какого-то увлечения, интереса, это может быть что-то со звуками работы, работа с кристаллами, что-то, что вызывает красоту, но это не искусство, то есть я не имею в виду, что это там скульптура, либо рисование, нет, нет, здесь что-то другое, здесь какие-то другие моменты, и вам может здесь очень, здесь, здесь энергия такая, как ее описать, знаете, вот как плетут, то есть вяжут паутинкой, да, раньше вот эти вот платки, тонкая такая пряжа, и вот прям паутинка, и вот что-то такое, это как изящное, то есть здесь работа с энергией, энергия, она очень, она очень кропотливая, она изящная, она здесь какое-то такое вот искусство, вот как вот прям хрупкость снежинок, да, вот когда на снег смотришь, на эти снежинки, если на стекле приобретается, ты понимаешь, что это вот, блин, одно твое духание, и это все растает, вот здесь какая-то такая энергия, я не могу ее объяснить, не могу сказать, что она, в ней нету силы, в ней есть, но эта сила вот очень напоминает снежную королеву, вот я не знаю, почему так, вот, но что-то вот в этом льде, в этой вот, вот есть какая-то красота в этом, какое-то вот изящество, потому что вот этот, не знаю, как тибетский чаш, вот этот звук какой-то, что-то, либо как ловец снов, еще если к нему прикрепляют, вот эти вот трубочки, да, металлические, не знаю, как они звали, не такой звон, звук такой очень тонкий издают, либо какие-то колокольчики, вот что-то такое, в общем, здесь какая-то такая утонченная энергия, и если вас влечет вот в эту сторону, да, то это только потому, что, не знаю, может быть, вы уже этим пользовались, может быть, ксилофон, нет, ксилофон слишком глухой, металлофон, да, правильно я говорю, вот здесь какие-то такие железные звуки, железные, но они очень тонкие, вот здесь очень высокие какие-то вибрации, вот вас, вас туда тянет, не знаю, в общем, что-то, что-то вы делали, может быть, это даже и связано как-то с музыкой, что-то вы делали уже в прошлом воплощении, и вот здесь вот это вот появляется, какое-то такое увлечение, и может быть, опять-таки какие-то звуки вы слышите, в общем, я не буду повторяться, думаю, вы меня уловили, потому что это с вами происходит, вы должны понимать, о чем я говорю, если вы не понимаете, это не ваша позиция, вот просто загадывайте другую, то есть, знаете, когда я иногда передаю какие-то точечные информации, как сейчас, вот у вас должно быть прям, я не знаю, хотя бы процентов на 80, на 90 отклика, если такого нет, то это не ваше, потому что я вот прям конкретное что-то чувствую, а чего хочет эта сила, ну, в принципе, я уже сказала, да, ну, чего хочет, она вас обучает, по шпиндакле, да, здесь идет обучение, она вас обучает, то, что я уже сказала, да, и поддерживает, а чему конкретно вас обучает, ну, вот зачем карты выкладывать, когда я без карт уже вам рассказала, обучает вас чему, чтобы вы не боялись, да, чтобы вы себя не накручивали, чтобы вы не придумывали того, чего нет, да, чтобы вы не боялись, здесь, здесь важно, вы эту силу приняли, вы знаете, почему приняли, причем здесь так интересно, неосознанно вы ее приняли, а сознательно можете ее бояться и не принимать, но осознание здесь не имеет никакое значение, да, не играет никакую роль, это так или иначе это будет, то есть, чем быстрее вы это поймете, что это будет уже ваша жизнь, потому что это часть вас, ну, то есть, вы можете смотреть на, не знаю, на свои ногти и говорить, ой, они такие страшные, но от того, что вы это говорите, да, ногти никуда не исчезнут, вот, вот здесь вот примерно то же самое, да, то есть, вы можете отмекиваться от этого, это это часть вас потому что вот вот это сейчас должно было проявить поэтому здесь вот эти силы они приходят как будто бы вот вас успокоить и успокаивает как раз таки через то что говорят вам о том что в прошлом прошлом это уже было у вас поэтому ну не надо бояться это это ваши наработки это ваш опыт либо то что было передано знаете это как вы как будто бы не знаю вошли в одно общее информационное поле и считали ту же самую информацию что допустим считал я там и еще пять десять человек вы вы считали по-своему информация одна но щитка может быть и интерпретация разная информация одна вот здесь вот примерно то же самое то есть вам вам то что открылось вам это известно это ваше это ваше что вам хочет сказать это сила эти силы их несколько ну они хотят вам придать вот эту вот силу уверенности ну в принципе да ладно будем выкладывать карты для подтверждения моих слов то что я уже сказала что еще они хотят вам сказать силы сказала видите три старца до силы сказала что они хотят сказать то что они будут помогать вам с одной стороны у вас поддерживают со второй стороны они придают вам внушают хотела сказать прям так наверное есть уверенность и в третье стоит страны они помогают вам проработать вот этот пожар пендаплив то что обучение идет они будут передавать вам информацию на что вам нужно здесь обратить внимание потому что здесь еще такой момент что вы можете не совсем славливать и понимать что вам передают какую-то информацию то есть вас как-то обучают здесь эти силы будет вас обучать как как понять дали бы на что нужно обратить внимание вот этом обучение на на что важно обратить внимание башня на то что будут будет рушиться ваше прежнее мировоззрение вот на это нужно будет обратить внимание и будет разрушение на вот башни и смерть ваше сознание будет меняться то есть если вы будете ощущать что стали вы мыслить как-то по-другому либо ваши взгляды как-то меняется точка зрения меняется не надо переживать это вот идет обучение причем они знаете как они как будто бы закладывает вас какую-то информацию и потом эта информация со временем она должна раскрываться то есть это не напрямую это не сразу что вот они вас вложили какую-то идею вы ее услышали стали с неравнением как будто вы знаете вот действительно очень медленно так посеяли семена очень аккуратно почему здесь делается очень аккуратно вы очень чувствительный очень митин и человек поэтому резкое вмешательство ваше сознание оно действительно может повлечь но какие-то неприятные до здесь моменты могут быть неприятно то есть вы можете просто очень сильно испугаться и как минимум заблокировать эту силу поэтому они делают очень аккуратно очень медленно то есть это для тех кто торопится может сказать блин что-то я ничего не вижу никаких перемен перемены идут перемены идут очень медленно и очень аккуратно и вас вселяются какие-то новые убеждения новые взгляды сначала просто как мысль потом через какой-то период времени вы можете это увидеть как подтверждение во внешнем мире может быть кто-то будет говорить об этом и вы говорите о месяц назад я думала об этом либо о две недели назад вот я как раз таки это искала сейчас пришло ну то есть вы увидите это в разнице со временем то есть сначала какая-то мысль либо какое-то понятие вот либо просто как-то знать так случится вы начинаете делать самоанализ и смотрите блин а как я очень сильно изменилась причем для того чтобы ну в принципе когда делаешь самоанализ ты и так видишь изменения как здесь понять что это вот именно обучение здесь кардинально другие идеи будут вот прям абсолютно другие идеи вы поймете что блин раньше я думала вот так а теперь я думаю вот так и это абсолютно разные моменты но задача здесь обучение заключается в том чтобы вот как-то вот прокачать вас вот эти вот ваши качества той силы которая вас раскрывается вот что я сказала здесь скорее всего больше идет про какие-то умения в дальнейшем есть потенциал достигнуть мастерства вот но это будет все зависеть от вас потому что здесь вопрос времени вот именно в этом вопросе да здесь вам говорят не торопиться и очень медленно все будет развиваться а вы наоборот хотите все быстро почему я говорю наоборот потому что как правило вот каких-то моментов и тормозите прям очень сильно особенно если это касается личной жизни здесь вообще тормоз тормоз с любовью я конечно говорю да ну то есть чтобы вы понимали разницу а вот здесь вот как раз в контексте развития я хочу уже все вчера а вам говорят наоборот здесь 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 будет изменение вы вы поймете со временем но это и какие-то знаете это естественные процессы вот как ты понимаешь то что земля зима подходит концу и сменяется на весну она же сменяется с одной стороны как-то очень плавно но в логический до каких-то в разумных рамках почему потому что есть страны где вот изо дня в день обменяется погода но в любом случае да то есть ты понимаешь что снег снег лежит потом у себя начинает таять и значит это вот постепенно приходит весна то есть есть какие-то изменения да вы их наблюдаете но нельзя с одного дня что вот сегодня было например там снег минус 20 до на следующий день уже плюс 20 потому что уже весна вот ну такое не знаю может быть и ездить день быть на каком-нибудь континенте вот но это не не совсем норма давайте так скажу вот здесь вот примерно то же самое происходит вот вот такая информация была по второй позиция напишите мне свою обратную связь о чем здесь идет речь что вы изучаете кто тут как по-своему да сходит с ума пишите на моем канале можно сходить всем с ума вот мы все немножечко волшебные так и позиция номер три зелененький камешек троечки смотрим кто пожалует здесь какие силы какие энергии либо какой-то человек либо что-то какая-то ситуация в принципе из бессознательного да то есть именно акцент на бессознательное кто что так здесь энергия здесь не человек здесь не ситуация здесь тоже сила будет сила сила подаренная свыше сила что здесь за сила сила мощи здесь сила жизни да вот если как-то можно сказать сила жизни и стараюсь ее как-то знаете прощупать для себя понять она просто как-то не могу найти он как как потенциал какой-то вот то есть ощутить эту муку я вложу еще одинаков что это за сила король жезлов да конечно же это жезловая сила это огненная сила это как будто вы знаете силы жил животворяющие то которая рождает то которая порождает животворяющие но здесь не не начальный этап а именно когда уже что-то родилось что-то уже появилось объявилась какая-то форма и вот ее нужно поддержать вот в нее как-то знаете это как воздушный шарик шарик есть форму он еще не приобрел и вот человек начинает дышать до вдувать в этот шарик воздух для того чтобы он принял форму здесь вот сила который как раз таки этим и занимается она вдувает форму энергию поэтому с одной стороны но это не не та сила первоначальная как из которой что-то рождается это те та сила которая вот как-то вот продолжает процесс она как присматривает когда ребенок который уже родился да но есть там не знаю врачей медицинский какой-то персонал до который вот приходит обследует он взвешивает ребенка замера замеряет там смотрит правильно ли питание и так далее вот здесь вот какие-то такие силы но это сила не те которые ухаживают здесь не про заботу а здесь силы такие огненные они 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 почему-то не идут чопорные вот я не могу объяснить то есть как-то вот как бестактные что ли бестактные чопорные не могу я как-то вот по-другому сказать то здесь интересно я просто знаете я так это самое подумала может ли это быть что это вот какие-то силы из низшего астрала вполне вероятно даже такое тоже может быть то здесь такие силы которые не очень-то и и будут с вами нянчиться то есть у них задача например вас накормить им все равно испачкаетесь ли вы в процессе кормежки то испачкается ли ваша одежда успеваете ли вы проглотить как этот в детском саду в союзе в бывшем советском союзе 20 детей надо каждого накормить кто-то сам ест хорошо а кто нет ну вот сидишь и докармливаешь и бедный ребенок он уже там давится потому что он не успевает проглотить и все такое его все равно как кормят пичкать вот здесь вот какая-то такая сила то есть если в тебя надо вкачать энергию я в тебя я в нее вкачаю да то есть мне неважно там будешь ли ты сопротивляться то есть вот поэтому я и говоря не какие-то чопорные но здесь не не тактично здесь нету вот этой дипломатичности здесь нету уважение к личным границам нет здесь сила такая знаете надо что-то зачистить мы зачистили надо что-то там я не знаю на что-то повлиять я повлияю я вот все способы хороши да то есть нету такого это морально это морально нет нет поэтому я говорю здесь они какие-то они огненные вот как пламя понимаете и причем пламя когда ветер дует в одну сторону потом ветер сменила свое направление и это пламя резко перебросилась другую в другое направление может быть даже противоположное направление а то что это пламя на своем пути будет все выжигать либо вот какие-то ожоги здесь это вот прям не имеет отношения я могу сказать что это энергия вообще здесь не нужно быть немножко аккуратный почему потому что это энергия она она и не позитивные негативные нельзя отнести к негативной энергии почему потому что она выполняет свою функцию да то есть у пламени и своя какая-то функция если вы сможете ее укоротить если вы сможете с ней работать то это вот придаст прям вам силы знаете как это боевая магия вот здесь вот прям вот как про это боевая магия но если вы слабохарактерные дали если вы такой знаете человек который не умеет управлять этой энергией она может вас жечь и ей будет абсолютно все равно и она скажет что а моей вины нету да то есть я не буду менять свою природу если ты не умеешь обращаться с огнем да то тебе незачем брать спички в руки дали по зажигалку для того чтобы ее зажечь то есть когда ты что-то делаешь взаимодействуешь с этой силой ты должен себе четко отдавать отчет своей ответственности это твоя ответственность здесь эта сила она работает с такими достаточно взрослыми ей нравится когда люди взрослые такие психологически зрелые с внутренним стержнем которые могут управлять да то есть у кого есть есть вот этот вот напор порыв какой-то да вот мощь внутренняя вот она прям вот эта сила она уважает таких людей а если человек такой мягко характере то она просто его разрушить знаете в пепел превратит и и и не подавится как говорится да и не обратить внимание скажет мои вины не да не надо было быть хлюпиком да чтобы со мной играть то есть вот здесь так либо либо ты меня починишь либо я тебя починили вообще не надо со мной взаимодействовать да то есть если взаимодействуешь значит и будешь играть по тем правилам которые я тебе говорю здесь вот какая-то такая сила пришла из вашего бессознательного когда я говорю бессознательно эти силы они так или иначе есть внутри вас вот здесь вот сила которая она есть вас и причем неоднократно я говорила про марсианскую силу разрушительную вот вот это вот сила до либо вы не управляете либо она разрушается на своем пути там 2 3 10 не дано что она хочет что она хочет для чего она пришла что она хочет солнце она хочет сделать из вас человека такого знаете мощного сильного человека с властью человека с влиянием ну конечно с такой силой только властные люди могут быть с лидерскими качествами то есть она хочет сделать из вас лидером мастера который вот прям будет на на высоте то человек который умеет бороться чем и поэтому я сказала боевая магия человек который умеет сражаться человек который умеет отстаивать свою точку зрения добиваться ставить какие-то цели вести за собой людей то есть эта сила она хочет через вас проявиться почему я сказала опять-таки про низший астрал да потому что очень напоминает тот момент да когда какая-нибудь сущность хочет проявиться через вас вот то есть и она подбирается для себя для этой цели например какой-то ну оболочку если грубо говорить а так в принципе если вот у кого есть желание достичь высот это вот прям 3 чакра манипура здесь вот прям такая сила и власть сила и власть амбиции кто-то хочет вырасти например по карьерной лестнице эта сила вас поведет она поможет вам получить то что вы хотите эта сила именно в материальном мире будет выражаться как сила императоров сила королей царей то есть людей которые находятся на вершине если у вас есть амбиции идти высоко даже если допустим вот вы мастер да и вы хотите узнаваемость вы хотите признание вы хотите здесь вопрос не про богатство это вот как это это следствие да причина внутреннее состояние я хочу быть первым да если допустим вы занимаетесь спортом и хотите получить золотую медаль да не просто выиграть на современное получить какую-то золотую медаль вот эта сила она наполнит вас она вас приведет туда куда вы хотите но опять же таки до нянчиться с вами она не будет там не будет а если допустим спорт что у меня там какая-то травма либо у меня там нету настроения она найдет решение чтобы вот за уши вас потянуть туда куда нужно то есть если вы входите в договор какой-то с этой силой да то есть у нее задача вас привести каким образом ей абсолютно все равно на она вас приведет вы как говорите вы хоть быть и на последнем из дыхания да она вас доведет до результата такая очень мощная сила сила опять-таки судей сила правителей как я уже сказала что она хочет что она хочет она хочет предложить вам но вот какое-то новое начало да она хочет чтобы вот вы как-то знаете выросли что ли окрепли здесь как закалка вот бывают люди которые знаете часто болеют и говорят вот надо закаляться там я не знаю холодной водой там холодные душа оздоровление какое-то вот такое и ты смотришь блин маленький ребенок да либо моржи да они вот в ледяную воду а куда окунаются и выходят из нее и прямо такие бодрячком бодрячком вот вот это вот вот это вот такая вот эта сила они хотят укрепить ваш дух это огонь который обжигает глиняный сосуд да чтобы он стал прочным либо это сталь которая должна закалиться на стать мощным то есть здесь эта сила она просит может быть даже требует доступ к вам для того чтобы вас закалить не знает для чего ей это нужно вот мне прямо аж интересно стало для чего вас закалять но вот для того чтобы стать императрицей для того чтобы стать императрицей интересный момент здесь такой сегодня в телеграме ну то есть вы смотрите в среду расклад я его да я его записываю во вторник вот в телеграме было краски задания на этот аркан на аркан императрицы и воронов которые на голове у императрицы хотят хотят сделать из вас императрицу человека такого знаете благ богатого состоятельного но здесь вопрос не физическом мире а здесь вопрос вашего внутреннего характера внутренней какой-то структуры в топе у императрицы у нее есть сила мощь да она женская но порой это женская сила она мощнее чем мужская то есть если с мужчиной все понятно по императору там структура конкретика все такое правило законы свод правил законов дата по императрицы это с одной стороны мягкая даст там может быть какими-то хитростями до женскими какими-то уловками но это тот танк который прет вот прям на пролом она получит то что она хочет пускай не напрямую косвенно неважно но она получит то что она хочет вот здесь вот эта вот энергия да я я умею вспоминаете русских императриц с их екатерину например да вроде бы женщина но насколько далека от архетипа королева кубка вот это вот знаете нежное покорное в ожидании там далеко не покортные не в ожидании да это та императрица которая может управлять всей страной до империи и вот почему-то вас туда хотят привести возможно у вас есть такой запрос если у вас запрос на это потому что но сила просто так не появляется это есть внутри вас вы можете это не осознавать если такой запрос если такой запрос есть какой-то запрос на гармонию на внутреннюю на гармонию но я так понимаю что здесь как будто бы знаете силы очень напоминает на то когда маленькая девочка приходит из садика либо школы говорит меня тут мальчик обидел да и старший брат приходит и дает отпор тому мальчику кто ее обидел да то есть вот как как некая такая защита здесь получается для того чтобы быть такой вот мягкая хрупкая какая я хочу быть да для того чтобы быть женщиной мне надо познать навыки самообороны и вот я одеваю вот эти вот перчатки боксерские да иду в определенную школу бокса и учусь там я не знаю либо боксировать либо каким-то правилам самообороны да то есть но в принципе то что не совсем свойственно женщине но иначе нельзя да иначе ты допустим ну не сможешь дать отпор потому что нету человека который бы тебя защитил вот здесь а здесь вот что-то такое я что-то такая либо там например если это касается бизнеса да где чисто мужские такие энергии и вы хотите войти в эту систему и плюс ко всему еще получать деньги зарабатывать у вас должен быть вот этот вот навык уметь защищать себя то есть быть вот бич быть 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 такой вот в каких-то моментах до дерзкой собакой и вот злой собакой но это не говорит о том что ваша женская энергия она как-то потухнет нет ни в коем случае здесь наоборот вот вы станете сильнее здесь как будто бы вот вот это вот мужское но это вот как ваша защита что ли что-то такое а если вы еще и занимаетесь практиками как я люблю говорить да по третьей позиции у меня там есть много практиков тем более особенно если практики занимаются тому рунами например да не таро именно рунами то здесь вот какая-то либо чистками вот это вот прям ваша энергия да там боевые такой магии защиты чистки потому что ну кто идет в чистке как правило вам приходится взаимодействовать с товарищами с низшего астрала там вот полюбовно так не будет а либо вы либо вас поэтому вот это вот энергия она нужна вот так что хочет сказать да что эта сила хочет сказать вам что она хочет мы рассказали да она хочет вам помочь вот она хочет вас как-то закалить для того чтобы была гармония того чтобы была ваша внутренняя гармония знаете здесь еще так интересно то есть с одной стороны до вас закалить что было гармония с другой стороны вот когда у вас будет вот эта гармония тогда вы вырастите. То есть здесь еще идет и ваш какой-то рост. Рост, не знаю, как-то. Здесь не то, чтобы совсем про духовность, про мировоззрение, как по первой позиции, а здесь какой-то другой рост, ваш рост как личности. Здесь какое-то развитие более практичное, что ли, как проявление в социуме, что ли, увеличение, может быть, финансов. Но это тоже рост, тоже развитие ваших каких-то умений, навыков. Что такое здесь идет дополнительно к тому, что я сказала. Что хочет эта сила мне сказать? Что она хочет сказать? Выбирай! Но здесь точно какой-нибудь дьявол пришел. Вот эта огненная энергия. Я прям... Не случайно. То есть как не убегай, но низший астрал, он все равно вот там другие энергии. Никогда не ошибешься. Да, это может быть там, я не знаю, все так очень красиво завуалировано. Вот. Но здесь энергии такие. Я тебе силу, ты мне возможность, я через тебя реализую, то есть делаю то, что я хочу. Очень напоминает, знаете, вот в контексте подселенцев, то, что я говорила, не помню, недавно. Но это тоже силы. Вот здесь что-то такое. То есть выбирай. Выбирай. У тебя открытый горизонт, да? Причем эта сила, она здесь... Да, есть какое-то свое лукавство. Я не могу сказать, что она прям вот сто процентов откровенно. Но где-то вот на процентов семьдесят пять, может быть восемьдесят. Она действительно говорит то, что... То есть со своей стороны то, что она предлагает, что я тебе дам вот это, вот это, вот это. Она это выполнит. А лукавство может в то, что... Какие последствия будут от этого выбора, либо для чего... Для чего ей это? Ну, то есть для чего вам эта сила и взаимодействие с ней, это понятно, да? То есть здесь конкретно я писала. А ей зачем и почему именно с вами? Ну, во-первых, почему с вами? Потому что, по сути, вы ее призвали своим бессознательным. Она есть у вас. Может быть, еще расскажу. Вы этого не осознавали. Вот эта марсианская энергия разрушительная, это и есть вон та сила, о которой я говорю. Просто сейчас она по какой-то причине проявилась. Скорее не по какой, а потому что мы ее призвали, да? То есть в раскладе мы это рассматриваем, значит, как следствие, мы призвали ту силу из бессознательного, о которой хочет с нами поговорить. И эта сила, пользуясь возможностью, она нам проявилась. Поэтому здесь, что она хочет? Она дает вам возможность выбора. Выбирай. Опять же таки, добровольно. Либо хочешь, либо не хочешь. Что еще она хочет сказать? То, что... Вот один из плюсов, да, это то, что это сила, конечно, решать вам. Я никак не давлю, не склоняю вас ни в одну, ни в другую строну. У меня здесь ответственность, я себя снимаю за выбор. Вот моя задача передать информацию. Потому что здесь нужно просто аккуратно быть с этой силой. Вот. То, что она предлагает, это ваше самодостаточное. Девятка в педагли входит как раз и вашу целостность, входит ваша целостность, опыт, финансовая составляющая вопроса. Но в девятке педагли нету парности. Это не тот аркан. Девятки – это аналогия отшельника. Вот. Есть какая-то интровертность, замкнутая. Я не говорю о том, что да, у вас не будет пары, если вы выбираете эту силу, но просто ваши интересы будут направлены в другую сторону. Понимаете? То есть сделаю такое отклонение от повествования и скажу, что просто здесь это уместно. Иногда есть вот этот миф, люди, которые занимаются магией, они одиночки. С одной стороны, это так кажется, с другой стороны, это может быть и не мифом. Почему? Потому что здесь не то, что люди, которые занимаются магией, они обречены на одиночество, а это, скорее всего, индивидуальный опыт, выбор человека. То есть если выбирать, например, там личную жизнь, вот эту вот бытовую, там стирка, уборка, воспитание детей и создание семьи, для кого-то это нужно. А вот те, кто занимаются магией, люди, им нужно время, понимаете? Им нужно время для того, чтобы заниматься тем, чем они хотят. И это не совсем понятно другим людям. Поэтому они выбирают не создавать семью. А если создают, то изначально они подбирают себе такого партнера, который будет принимать их образ жизни. Вот есть такие люди, либо формат взаимодействия, например, с другим человеком, такой, какой будет комфортен человеку, который занимается практикой. Именно практикой, не теорией. То есть теория, вы можете читать и при этом иметь семью. Но когда это практика, когда вы принимаете людей, это не совсем будет понятно другому человеку. То есть он либо должен быть в теме, в контексте принятия. Но, как правило, это всегда выбор самого человека. То есть, поэтому здесь девятка педагли. Ценность того, что предлагается здесь, этой силой, она может быть манящей. Причем здесь, смотрите, не хочу никого пугать. Опять же таки, если вам не откликается, это значит не в вашу позицию, прям вот вообще не смотрите. Здесь вот прям, я говорю, повествую для конкретных людей. Сегодня, мне кажется, весь расклад прям для определенных категорий людей. И вы это сами узнаете, когда вы это вот прям прослушиваете. Если вы действительно вот здесь вот практик, то у вас вообще страха перед этой силой нету. Потому что так или иначе эта сила есть. Внутри вас вы с ней знакомы, многие даже с ней работают. Девятка педагли просто говорит о том, что вам может предложить эту сила. Она предлагает вам самодостаточность вашу, независимую самодостаточность, но при этом без партности. Это не говорит о том, что у вас не может быть человека в вашей жизни, но здесь не брак. То есть, ну просто какие-нибудь свободные отношения, да, либо взаимодействовать. Просто у вас времени нет. Мне здесь показывает то, что у вас времени нет. У вас, вам настолько хорошо, вот то, чем вы занимаетесь, вам это настолько интересно, настолько вас увлекает, что это заполняет абсолютно все ваше пространство и время. И вот как-то, то есть, если мы говорим о партности, о любви, вот ваша любовь, это магия. Вот это вот ваша любовь. Вы полностью, да, отдаетесь. Вот. Поэтому вы ее призвали, поэтому здесь вы с ней взаимодействуете. Что она еще хочет сказать? Вот, вот вы хотите денег, да, вот вы, деньги это управление материальным миром, да, то есть деньги это материальный мир, а если это материальный мир, то это как следствие низкие вибрации, низкие вибрации, вот эта сила и пришла. Вы ее позвали, она пришла, а вы хотите, ну, то есть деньги, вы не можете быть, там, я не знаю, каким-нибудь разнорабочим, да, ну, я не знаю, дворником в этой прачечной работать, вот, и при этом зарабатывать большие деньги. Ну, нет, это нереально, потому что, ну, даже вы у вас, вы должны будете чем-то заниматься, там, я не знаю, биткоины, как минимум, да, там, продавать, либо еще раз, то есть будет помимо вашей основной деятельности будет еще что-то другое, то есть, но если вы поднимаете выше по социальной лестнице, да, то ясное дело у вас и финансовая составляющая, она растет, вот, поэтому в данном случае вас здесь цепляют на финансы, и эти финансы, они приходят как следствие вот солнца, да, то есть солнце, это не, там, не пять тысяч, и не десять заработок, да, а это вот прям, это лоск, это шик, это вот то, что вы видите, например, поехали в Дубай и посмотрели вот эту вот красоту, да, то есть она иногда вот это вот чрезмерное, показушное, вот это вот золото, все, что блестит, ну, мне это чуждо, но кому-то это нравится, кого-то это тянет, вот, но вы же не будете дворником и соответствовать именно вот этому золоту, то, что здесь изображено на аркану солнца, да, либо имея какие-то лидерские качества, там, я не знаю, быть посудомойкой, это не исключено, но в любом случае вы так или иначе себя проявите, то есть если у человека есть лидерские качества, они так или иначе, как бы он их ни скрывал, они проявятся, то есть он начнет как-то структурировать то свое рабочее место, то пространство, в котором он находит, он так или иначе себя проявит, потому что эта внутренняя сила, она не, ну она не скрывается, человек сильный, он все равно он себя покажет, он, как он может себя еще показать, да, блин, начинайте разговаривать с начальником, вы никогда не будете гол, вот по солнцу здесь человек никогда голову не склонен, он будет неправ, может быть, да, может быть даже и прав, но он все равно будет оставивать свою точку зрения, это человек воин по своей натуре, человек свободолюбив, но и авантюризм здесь присутствует, и порой вот этот вот авантюризм и адреналин, он вас заводит туда, что вот вы, не знаю, договариваетесь с не очень хорошими товарищами по энергиям, здесь опять-таки не хорошими, не потому что они плохие, да, у каждого в соответствии с тем, чем он наполнен, он теми энергиями и пользуется, но здесь очень много марсианской энергии, она куда-то должна выйти, как-то она должна выйти, либо она идет там в спорт, да, в физическом мире, тогда мы видим людей, которые вот прям в некоторой степени даже одержимы, да, вот там правильное питание, там образ, здоровый образ жизни, они это пропагандируют, вот, и они на этом и зарабатывают, кстати, да, вот, либо это может быть там, например, там магия, чистки, все такое, вот, ну, тоже другой формат, в общем, суть, что дает, дает деньги, самодостаточность, и еще, что она хочет вам предложить, пятерку мечей, разрушить здесь, разрушить, вот она, королева мечей, вот она вы, да, королева мечей, королева жезлов, это вот ваша энергия, разрушение, разрушение, что здесь нужно разрушить, да, по королеве мечей, королева меча, она вообще не парная, ей так одной самой хорошо, потому что она любого зарубит, Очень умная, очень интеллектуальная, с внутренним стержнем, с определенным опытом. Знаете, такая вот хорошая Баба-Яга. Баба-Яга не в контексте страшности, а как раз в контексте мудрости. Только к ней могут приходить. Представьте, женщина одна живет в лесу. Фиг поймешь, в какой-то там избушке. Ни электричества, ни воды вокруг животные. Но вот как может выжить женщина? Только Баба-Яга может выжить, Королева мечей. Только она и может выжить. Потому что она сумеет всех укротить диких животных, еще их впрячь, чтобы этот медведь тащил ей воду в ее избушку, какие-нибудь белки, либо еще какие-нибудь животные, чтобы подметали, убирали ей в дом зайца и так далее. А какие-нибудь птицы ее оповещали о том, что идет добрый молодец. Причем, заметьте, кто ходит к Бабе-Яге в гости. Какие-нибудь добрые молодцы. Ну, то есть, какие-нибудь левые товарищи, я не знаю, раненые, хромые, не заходят в слове, и разбойник не зайдет к Бабе-Яге, потому что он боится. Наверное, какого-нибудь Илья Муромец. Либо какие-нибудь Иванушки-дурачки. Но при этом они молодцы. То есть, они, может быть, глупенькие, так как нам их транслируют, но при этом они молодые, молодые, красивые. То есть, что-то приходит хорошее, не приходит там контингент второй. Почему? Потому что есть что-то у этой Бабе-Яге, что-то, что она может действительно дать, и она при этом не боится. Она может дать отпор. Это ведьма, она, которая может дать отпор любому мужику. Королева мечей, власть, власть интеллектуальная. То есть, я мысли, сила мысли, сила слова, я могу подавлять любого человека. Но здесь вот вообще прям такая мощная, мощная энергия. Как говорится, с такими людьми лучше не конфликтовать. С такими друзьями, держать их, знаете как, не то чтобы в друзьях, а вот как-то в добрых отношениях. То есть, с такими людьми не случайно здесь выпадает императрица. Женщина, с которой нужно договариваться. Нужно договариваться, иметь в контактах в своей записной книжке, в телефонной, в контактах обязательно нужно иметь такую женщину. Она всегда пригодится для того, чтобы что-то решить, что-то подсказать. Очень умная женщина, рентген. Особенно если там, не знаю, появляется на горизонте какой-нибудь человек, и вы хотите его считать. И, как правило, ходите к торологу. Вот расскажи мне, что это за энергия. Вот такая женщина, ей даже карты в руки надо брать. Она посмотрела, она поняла. Она говорит, да, вот так вот, всю стратегию рассказала, все, пользуйся, как говорится. Но это очень мощная энергия, это очень сильная. Но опять же таки, да, королева мечей, она не парная. Так же, как и девятка Пентаклина. Но ей не чужды чувства. Она в прошлом когда-то любила, да, у нее в прошлом есть опыт, поэтому она знает, что она выбирает. Это именно ее выбор. И в зависимости от того, вот какая вы женщина, такая сила к вам пришла. Поэтому, как говорится, пенять не на что. Вот такой был сегодня расклад. В принципе, я так и предполагала, что он будет такой вот очень необычный, интересный. Изначально вопросы выстроены, вроде бы, знаете, как правило, когда люди просто посмотрят, ну не в теме, да, как мы говорим, когда люди не в теме, просто посмотрят на вопрос. Ну нормальный вопрос, кто ты, чего хочешь, да, что ты хочешь мне сказать. Ну вроде бы нормальный. А если посмотреть с той стороны мои собственные задумки, так как я это предполагала, как раз-таки работать через бессознательное, особенно когда люди выходят в астрал и встречают разных сущностей, вот, то очень важно как раз-таки задавать этот вопрос, кто ты, причем трижды. Потому что правило обмана никто не, как это сказать, не отменял, да, то есть трижды врать никто не будет. Два раза может сущность как-то обмануть, выдать себя не за того, кем она является, но на третий раз она либо признается, либо удалится. Поэтому вот эти вот вопросы, выходя в астрал, они очень важны, да, кто ты, кто ты. Вот прям спрашивают, что ты хочешь. Ну, то есть оттуда вот из этих, ну, скажем так, практик, да, взяты эти вопросы. Поэтому и ответы на эти вопросы, они были как раз-таки в соответствии с той силой, которая была заряжена, были заряжены эти вопросы. То есть если бы я их, другая энергия зарядила, то и рассказ бы другой показал. А здесь энергии другие я загадывала, и поэтому вопросы другое показали. Вот. В общем, как я и говорила, да, к лету моя энергия изменится, и вы посмотрите, какие расклады будут абсолютно другие. Не потому что я их осознанно меняю, а потому что меняя себя изнутри, вот. Расклады, тематика становится другой, насыщенность, наполнение и интерпретация арканов абсолютно другая. В общем, вы это все чувствуете. Вот. Если вам созвучно, оставайтесь, к лету будем точно, вот я буду меняться. Этот год, он прям вот смена энергии. В конце года сможем отследить. Ну, я так точно, да, насколько я буду меняться энергетически. Прям вот здесь не то, чтобы вопрос роста, а здесь энергии будут другие. Вы почувствуете больше уверенности, больше силы, больше магии в том числе. Вот. Больше влияния, что ли, моего на тех, кто слушает, да, как-то здесь энергии другие станут. Они будут созвучны больше с императрицей, либо с верховной жрицей, нежели уже с королевой кубков, либо королевы жезлов. То есть здесь рост будет больше. Ну, ладно. Сейчас не про меня. В любом случае, я хочу вас поблагодарить. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Вот. А мы с вами встретимся в пятницу.